Кто дежурная? Я дежурная, самая дежурная, лучшая дежурная. И я дежурю в первый раз, прибираю первый класс, замечательный класс получается у нас. В современной школе встретить ученика с тряпкой сейчас большая редкость, потому что закон об образовании это запрещает. Но тут мнения разделяются. Если одни считают, что школа – это место только для обучения, то есть и другие, которые за возвращение в классы общественно полезного труда. Этот вопрос на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с бюджетниками Аткарска подняла директор одной из местных школ. Представительница системы образования отметила, что не видит ничего страшного, чтобы в генеральной уборке в школе участвовали ученики. Педагог считает, что таким образом их можно отвлечь от гаджетов. Стоит ли вернуться в школу, в классы общественно полезный труд? Обязательно даже. Скажите, почему? Это, во-первых, при учении труда. Дети не знают, что такое труд, они не знают, что такое за собой брать бумажки. Я тоже за. Дома тоже мы приучаем. И считаю, что здесь тоже будет полезно. Вы в каком классе? Первом. Первом, да? Вы как считаете, с какого класса тогда надо приучать? Да потихонечку. Что они могут сделать? Пускай делают. А технические работники все-таки что должны делать? Ну, я думаю, здесь есть воспитательный момент, потому что они, я так понимаю, будут какую-то, ну, выполнять работу, связанную с уходом за помещением, где они обучаются. И не вижу в этом ничего плохого. Это естественно. Я считаю, что это уже, ну, прошедшее все. Советское, да? Да, да, да. А сейчас мы уже в другой, в России живем. И я думаю, что дети только должны учиться. А убираться должны уборщицы. Между тем, Саратовская область оказалась в числе регионов с низкой оценкой качества образования. Такие результаты исследования представил Рособорнадзор. Мы 59-е в списке по стране. Самые последние в Приволжье. Эксперты оценивали три направления. Результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. По всем этим показателям мы не блещем. Регион отстает в использовании лабораторного оборудования и компьютеров во время практики в школах, функциональной грамотности учеников и образовательном равенстве. Так может сначала заняться учебой детей. Впрочем, в саратовских школах считают иначе. Навыки мытья полов не менее важны. И поэтому я считаю, что вот такие элементарные моменты, как уборка своего места, где непосредственно находится ребенок, как дежурство по классу, как уход за комнатными растениями, участие в экологических акциях, я считаю, что это те моменты трудового воспитания, которые однозначно должны присутствовать в школьной жизни. С руководителем 77-й школы солидарна ее коллега Наталья Сопрыкина, директор 3-го Саратовского лицея. По ее словам, в этом учебном заведении дети всегда охотно принимали участие и в 5-й трудовой четверти, и в субботниках. Конечно же, только с согласия родителей. Не будет, наверное, вредным учиться работать с граблями, научиться выжимать правильно тряпку, научиться правильно мыть полы. Обязательно в жизни, как обыкновенному человеку, это все пригодится. Желание детей есть в глазах большое удовольствие и с большим желанием они приходят. И чтобы мы их не попросили, конечно, по сильную работу, они с удовольствием выполняют. В нашей школе каждому классу доверен свой определенный кабинет. И все-таки, если вам его доверили, то надо наводиться там всегда чистоту и поддерживать порядок. Раньше мы ходили на субботники очень часто, естественно, по разрешению родителей, потому что это всегда приветствовалось. Дежурили очень часто. И на первом этаже, и в столовой тоже убирались. Убирались. А твои родители как? Против или за? Ну, мои родители против. Ну, что они говорят, скажи. Ну, что очень долго я задерживаюсь после учебы, ради того, чтобы дать звонки, убрать какие-то тарелки в столовой, если мы дежурим в столовой. И, естественно, я заканчиваю еще позже, чем надо, но я не учусь в это время. То есть они считают, что я должна учиться в школе, получать какие-то знания, а убираться можно и дома. Нужно еще учесть и требования СанПИНА, согласно которым школьников нельзя привлекать к вредным и опасным работам, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим опасным работам. Дворники убирают снег, крышу очищают специально обученные люди, помещения убирают те, кто должен их убирать. Это не замена труда людей, это действительно вовлечение ребят в труд. Елена, мама второклашки, не против приучения к труду, но считает, что школа все-таки должна оставаться образовательным учреждением. А в нашей школе нет образовательного процесса, потому что, сами знаете, дети ходят к репетитору, каждый второй. То есть учителя наполовину просто непригодны. То есть начинать-то надо там не патриотизм, но мифического, и вот что-то полы где-то, а наладить обратно образовательный процесс. Потом запретить все-таки попечительский, законодательный, потому что, если эта школа государственная, то ей спонсорскую помощь должна оказывать спонсора. Это школа либо бесплатная, либо платная. Школьные автобусы, я считаю, тоже проблема более насущная, чем вот там мотивоположные. Детям выдали перчатки, но они пошли собирать листики, там, фантики возле школы, ну, то, что тут мусор был, да, такой субботник после учебного процесса. Ну, естественно, там были стекла, там были окулки. Наши дети в дорогих словах, в сентябрь пыль стоит. И они вот это вот вот собирают, что-то непонятное в перчатках, в мусорный пакет, в белых гольфах, в дорогих формах. Это нормально, что ли? В конце февраля в школе Красноармейска Саратовской области шесть ручеников были госпитализированы в больницу. Они отравились таблетками для дезинфекции. Поэтому вполне справедливо у родителей возникает обеспокоенность привлечения школьников к труду, который не входит в общественно-образовательную программу. Образовательная организация издает локально-нормативную акцию, где все эти все моменты и описывает. И размещает на официальном сайте, доводит до информации, до учредителя, в том числе в лице, там, муниципальных образований области. Поэтому эта вся информация открыта и доступна. И родители должны ей владеть. Но это не значит, что какие-то меры, не дай бог, если ребенок куда-то что-то не пришел, к нему какие-то меры дисциплинарного взыскания применяться, не дай бог. Конечно же нет. Это об этом не говорит. На то принцип добровольности никто не отменял. Принцип добровольности поддерживается в физико-техническом лицее Саратова. Здесь дети по желанию в конце учебного года записываются в трудовые бригады на летний период. Фронт работ разный. Прием книг, уход за сквером, подготовка к ремонту. И ребята прямо с удовольствием задание дашь, и можно даже не руководить условно. Они это делают с удовольствием. И тесты разберут, и книги пересортируют, и красиво поставят в шкафу. Для нас общественно полезный труд – это не только и не столько уборки класса, мытье полов. Честно сказать, всегда ставить задачу перед собой, чтобы это здание, это учебное заведение оказалось дома, понимаешь, что в доме должно быть и очень ответственное отношение к тому, что здесь есть. Ты хозяин в этом доме, и ты должен ответственно относиться к тому, что тебя окружает. И это мы воспитываем очень по-разному. Вопрос востребованности советского опыта в современной педагогике и практике школьной жизни, конечно, спорный. С тех пор прошло уже почти 30 лет, и нынешнее поколение родителей имеет весьма смутное представление о таком виде общественно полезной работе. Более того, физическое участие в помощи школе отчасти заменено на материальное. Поэтому разногласия в данном вопросе вполне возможны. Я не отменяю там трудовую часть, но в то же время я считаю, что капитальный ремонт там или не капитальный просто ремонт в школе все-таки это не дело детей. Это все-таки дело специалистов. Когда, ну, получается, экономим на работниках, заставляем учителей и детей заниматься, например, ремонтом в школе. А это нет. Так или иначе, вопрос с общественно полезным трудом в школах дискуссионный, о чем и было сказано на встрече с бюджетниками в Аткарске. Учитывая развернувшиеся споры в интернете, рискнем предположить, что простым и скучным это обсуждение не будет. Субтитры создавал DimaTorzok